всем привет youtube привет вот продолжается эпопея с митсубиси было повреждено значит у нас поврежденные ручки поцарапаны зеркало отсутствовало вот новое пришло также отсутствовала вот это стеклышко пришлось заказывать вот в такой вот красоте оно пришло новое стеклышко и значит был произведен ремонт сейчас я чтобы восстановить так сказать хоть события вот заломчик здесь был у нас это выправилась без покраски вот потом вот эти заломы тоже выпрямлялась и полоса прочерчена была вот и мы видим что не стекла нету поврежденные ручки ну и так далее вот идет разборка разбиралась это все правилось значит без покраски потом уже правилась так сказать спуттером поклевалась вот и в итоге все это вот покрасилась теперь надо все аккуратненько собрать принципе зона ремонта была я имею ввиду покраски вот переходом до сюда вот пятак вот это вот часть поврежденная кое-где пришлось подшпаклевать покрасить вот такая вот картина получилось теперь надо все это аккуратно собрать немножечко обешуметь промавилить и радоваться жизни кататься дальше вот так это все выглядело в лампе при дефекту очки вот эти царапины вмятины это вышло как бы без покраски и там собственно был подшлифован лачок скрыть новый там даже не красилась и все как бы бесследно ушло выправилась это что касаемо район дверных ручек тут уже конечно пришлось и традиционно так сказать рихтовать вот эти вещи делать споттером вот здесь до ручки практически можно сказать все поправилось очень даже хорошо ну ладно дальше процесс сборки обешумки мавильки я покажу это так сказать для того чтобы освежить я показываю то что было металл был потянут там на усилители на задней двери пришлось немножечко сделать вмятинку потому что лишний металл некуда было уже девать с передней ручкой было с передней двери чуть попроще вот видите царапины на ручке пришлось подкрашивать так в общем все получилось вот ручка передняя у нас поцарапано это задняя ручка вот она передняя ручка все восстановлено так же и здесь в принципе все достаточно аккуратно сделано вот и зазорчики все на месте теперь осталось собрать и плавно плавно потихоньку раскиданы шлейфы по местам встали уже дверной ручки все замыкается отмыкается тут тоже электрика вся уже раскинута заменена заменена вот эта деталюшка поскольку тут она вот она треснутая хозяин заказал новую потихоньку плавно плавно машина начинает походить на машину наружка собраны все молвен и резинки все как бы нормально теперь займемся нутрянкой зеркальце новая стоит стеклушка новая теперь будем заниматься нутрянкой что у нас по нутрянке остается значит шлейфы прокинуты все замки работают теперь надо будет обработать антикором и приклеить обесшумку так попросил хозяин кстати вот еще один маленький нюанс чтобы не заморачиваться вот мелочь это перед это вверх это зад наклеил кусочек скотча нарисовал точно также снял видео до того открыл на экране на мониторчике видео проложил шлейф и так как они должны лежать чтобы не думать потому что все машинки разные везде чуть по-разному вот и чтобы не морочиться открыл видео и все видно это как бы не лишнее будет потому что еще раз повторюсь все машины разные везде все по-разному поэтому чтоб не думать и не переделывать свою работу лучше это сделать снять и потом как говорится это будет по желанию заказчика сделано было обесшумочка вот листик пришлось уложить в дверку и здесь тоже в основном площадь все закрыта здесь и здесь этого вполне достаточно теперь надо там кое-де есть вот она ржавчинка на болтиках вот в некоторых местах это все с фонариком достаточно хорошо просматривается ржавчинку убираем имеется ввиду мовиль и замовилить те места где вот допустим пришлось вот на двери сверлить отверстия закрывать и так же вот она разошедшийся немножко шовчик его надо закапать и снаружи и снутри мовилем и аккуратно протереть ну скажем так как бы как в зубе пломбочку сделать чтобы тут не ржавело ничего не портилось продолжаем дальше работу проливаются стыки всех дверей вот эти кромки вот проливаются болтики вот они там видны поржавленные вот в эти места тоже здесь ржавчинка бывает проливаются вот эти стыки дверей чтобы все лишнее вытекло то же самое вот эти кромки здесь вот тоже вот чтобы вот ее видно даже нажимаешь она как бы дышит тут вот она смазка на пальце то же самое здесь вон они там бултики вот видно что вот она ржавчинка тут было я воды сечкой пролил это все воды ска жидко она как бы долго не сохнет и вот так вот вот видно блеск блестит вот она капли прям капают и все таким образом можно подзащитить это все так теперь можно уже собирать машинку или на все работает музыка подключена в общем все что надо теперь надо клеить заводскую обесшумку все собрано и клеится вот эта простынка с полиэтиленки и собираются двери собственно вот уже финиш как говорится не видно теперь настал черед за обшивочками все здесь видно все здесь сделано аккуратненько теперь можно собирать ставить обшивочки все собрано все работает все проверено единственное осталось тут стекло переднее было разбито по всему салону еще есть осколочки они очень травматичные вот я сейчас постараюсь как можно лучше все пропылесосить чтобы люди потом не травмировались вот они стеклышки видны и там и там вот по-хорошему вообще сиденье надо было снимать продувать все это вот на улице и потом даже по-хорошему вот эту консульку можно было бы слегка подраздербанить насколько это возможно будет сейчас попытаюсь привести в порядок так уже в общем то все собрано сделано машинка выглядит не как полуфабриката как машинка все нормально все хорошо но как вы знаете мелочей не бывает надо все доводить до ума раз вы взялись за работу значит надо привести машину в порядок